всем доброе утро московское время 0906 сегодня 7 ноября 2019 года четверг начинаем наш утренний обзор как всегда с вами аналитик трейдер кирянцы владимиров клуб трейдеров картель после обзора можете оставлять какие-то комментарии прошу поставьте лайки кому понравилось мое видео также после обзора вы можете по ссылке зайти и пройти курс со мной форекс от адая где я более подробно разбираю ситуации на рынке также обучаю как делать первые шаги на рынке форекс так ну что у нас сегодня смотрим с фундаментального анализа вчерашний день нам интересен чем был потому что изменение запасов нефти действительно нефти очень много что мы должны ожидать что мы ожидали мы ожидали снижение нефти но получили наоборот повышение о чем это говорит конечно нефть и сдк две пары которые нас интересуют в этой ситуации ну и соответственно мы будем их смотреть как они между собой реагируют что касается четверга по новостям но хочу сказать что импорт-экспорт по австралии увеличился действительно по идее должна австралия подняться против американского дурной индекс идет вверх мы это хорошо виден торговый баланс тоже хороший то есть очень хорошие данные вышли по австралии данной ситуации видим что по европе по европе ничего такого я не вижу на что можно обращать внимание того что касается шиса здесь как бы до 1500 еще обращаем на европу это конечно квартальный отчет по инфляции по фунту по фунту сегодня решение процентной ставки ну протокол за сохранение процентной ставки вот видите протокол заседания и ставка 075 но как видите не меняют ставку ждут брекси до выход с брекси то понятно что никто не будет рисковать но и выступление карни как всегда его речь то есть по фунту сегодня будет волатильность на рынке это будет сопровождаться как видите сегодня по фунту очень много данных и будет волатильность что мы видим по фунту мы проанализированы видим что фунт все-таки под давлением и поэтому посмотрим что как всегда в сверхамериканский рынок это конечно рынок труда число повторных заявок по безработице ждем небольшое уменьшение первичные заявки тоже уменьшение ну и практически больше ничего такого нету завтра у меня обзора не будет давайте посмотрим завтрашний день что обратить внимание но здесь по иене как всегда рынок труда смотрим видим повышение значки евро может укрепляться американская китайская валюта юань обращаем внимание но хочу сказать что это сырьевые валюты то есть audi nzd сырьевые валюты они связаны с китаем очень важно какие данные выйдут обращайте на это внимание принципе по европе ничего такого нет по сша как всегда мы знаем что здесь рынок труда ну что вот он nonfarm все его ожидают что мы видим давайте посмотрим что у нас здесь пятница это nonfarm или нет сейчас я посмотри нет извиняюсь среднечасовая даем что-то показалось сегодня 7 ноября а он фарм уже был да здесь ну что здесь сегодня в принципе то есть завтра ничего такого по канаде обращаем внимание на данные но по америке отчет по установкам как видите они падают больше наверно ничего такого нету что мне показалось что мы так ну что ж переходим на графики мы начинаем как всегда с индекса индекс доллара куда он идет идет вверх мы пробили уровень идет закрепление постоянно цена идет вверх что мы видим мы видим постоянные откаты но постоянное движение то есть есть движение откат принципе мы можем дойти снова до уровня 98 но от этого уровня будет поиски 500 как видите остановка цены на h1 вот на d1 мы видим цена остановилась то есть мы фактически стоим четыре дня на уровне и принципе пока не не пытаемся рваться это максимум которая поднялась цена еще раз хочу сказать перегрет рынок о чем это говорит говорит о том что здесь все скупили никто не хочет пока продавать но продавать по любому будут потому что мы видим все таки вот смотрите любом случае есть коррекция то есть здесь закупили здесь продали здесь остановились набирают объемы снова двинутся пока в таком вот коридоре кто торгует из 500 можете торговать ну а индекс нам интересует что делать нам дальше по евро по евро конечно нужно искать на коррекциях продажи принципе вот мы а этой продажи говорили то есть мы пробили вот эти минимумы видно хорошо и принципе вот идем вниз не к цели 1 1025 любые коррекции которые происходят ищем продажи поэтому направлением и выбираем пока продаж покупок не рассматриваем а когда будем рассматривать покупки но хочу сказать что желательно дойти до уровня 1 1025 это бы было хорошо выполнялись бы все правила осталось 50 пунктов сегодня это можно получить вот эту вот сделку можно закрыть будет состоит сделки держим сделки принципе вот была сделка первая сделка была на откат здесь было движение почему здесь нельзя было ходить потому что мы искали продажи соответственно наша задача была вернуться сюда и вот этот сценарий у нас выполнился сейчас держим движение вниз кто вошел соответственно можем 50 процентов переходит цена переводите в был и держите вторую часть или закрывайте какую-то часть вот такой сценарий по данной паре что касается фунта по фунту сегодня очень аккуратно в 15 00 начинается это все будут резкие движения но вот пока есть какая-то поддержка пока я рассматриваю такие варианты что здесь может быть если цена допустим будет доходить до каких-то уровней здесь неплохо все равно искать сделки вниз но почему искать делки вниз но могут сказать во первых был восходящий тренд во первых коридор до любой ситуации если цена будет подходить вверх пока попытка пробитие не получается то есть это уровень хорошей поддержки принципе здесь пока вот на данный момент мы откупаемся от этого уровня поэтому здесь по фунту что интересно фунт ведет сам по себе они обычно вот ведут обычно одинаково но пока здесь я рассматриваю продажи вот этой зоны но вот в данной ситуации посмотрим что на самом деле был так идем дальше по строительской валюте здесь продажи то есть покупки извиняюсь по фунту здесь продажи почему ну вот у нас было два варианта я говорил нужно закрытие открытие этого варианта нету соответственно вот наш вариант то есть цена заходит здесь ретест и принципе вот движение пока на данный момент кто не зашел сделку ждем отката ну соответственно лучше конечно получить вот такую вот ситуацию войти в сделку это бы было великолепно почему то есть допустим мы ждем откат здесь у нас четко есть стоп ложный пробой заходить понятно что что здесь произошло у нас мы стояли пошли вверх и просто протестировали такие тоже ситуации бывают то есть четко мы можем понимать какая произошла ситуация здесь бары создавший уровень и практически два подтверждения точка входа вот она была ровно по закрытию американской сессии буквально в ноль часов то есть здесь сейчас сейчас там ситуации пока тоже продажи рассматриваем по ауди в новозеландской валюте я надеюсь тоже будут продажи вот отличная продажа чем интересен этот ход мы его разбирали очень подробно у нас есть четко ложные пробои вот он ложный пробой здесь я говорил ставить лимитный ордер попытка двух еще ложных пробоев и хорошая точка входа великолепная точка входа с хорошим тейком мы ударились в уровень вот уровень на котором мы стоим что дальше от этого уровнем были откупки здесь возникает вопрос можно ли здесь покупать по идее надо еще понять допустим закрытие сегодняшнего если мы закроемся выше вот этот наш бар который появился закроется выше да вот сегодня допустим то в принципе можно пробовать разворачиваться идти на покупку здесь уже есть попытка показано да что мы не собираемся пока идти но покупать рановато поэтому пока вне рынка по золоту самое интересное мы говорили о покупках от этой зоны так и получилось то есть было накопление здесь покупка хотя индекс идет вверх и золото ну как-то все не вяжется но здесь я рассматривал покупку цена пошла по нашему сценарию кто купил поздравляем идем дальше доллар швейцарский франк доллар швейцарский франк мы тоже собирались покупать что мы увидели ну первое мы ждем одну точку вторую точку что мы сейчас видим мы видим мы видим соответственно цена ушла вниз соответственно пошла вверх и остановилась то есть это хорошая точка сейчас для покупки ничего нам не мешает сейчас принять решение к покупке чтобы зайти в сделку взять вот это движение поэтому сегодня мы рассматриваем покупки по доллару царскому франк если цена сбивает ну допустим тоже такое может быть у нас есть топ который ограничивает наши цели и соответственно если цена уходит вниз вот здесь мы тоже снова разворот поэтому сегодня по доллару царскому франку покупки доллар иена да мы можем еще посмотреть что мы находимся выше соответственно мы остановили цену и нам хорошо пока идти к уровню у нас есть уровень 0.9949 от которого были развороты мы используем его как сильный уровень от него ждем разворот доллар иена здесь принципе что можно сказать можно сказать что цена не может пробить уровень 108 98 109 даже но можно сказать круглый уровень то есть цена действительно на историю от него отбивалась вероятность движения вниз на порядок больше чем вверх теория вероятности она выработает везде и мы не знаем куда она пойдет цена нельзя можно что-то спрогнозировать можно какое-то дать направление можно написать сценарий но четко сказать что сто процентов она пойдет вверх никто не скажет рынок есть рынок поэтому здесь что мы здесь понимаем мы здесь ищем продажи я об этом говорил вот продажи у нас и было что дальше тут или цена допустим пробивает эту зону допустим что она сейчас делает она пошла вверх мы ждем вот такую ситуацию продаем снова второй вариант если цена откатывается основа здесь лимитный ордер и соответственно мы снова остановимся пока продажи самое интересное в данной ситуации мы пока ищем продажи мы видим что цена никак не может пробить вот это расстояние на порядок больше с потенциалом чем этот поэтому старайтесь искать сторону большего потенциала ну и соответственно учитываете старший таймфрейм понимая куда будет идти основное движение юсдкад ну вот в юсдкаде мы говорили что нефть идет вниз соответственно юсдкад нужно покупать вот в принципе покупкой было вчера отката не было я не вошел сделку ну лимитный ордер не сработал здесь стоял лимитный ордер стоп соответственно стоял за уровнем дальше принципе цена должна была просто вот в эту зону пойти и взять эту цель 1 3 цена ушла без нас что дальше здесь нам нужен откат значит многие могут сказать ну да вот сейчас можно на меньших таймфреймах посмотреть остановку цены и допустим вот отсюда заходить честно говоря вот здесь до потенциал есть можно смотреть 40 пунктов с небольшими стопами но в данной ситуации когда вы видите что цена отлетела лучше конечно ждать отката этой цены или ждать ее вверх почему потенциал нужен нужен четкий понятный стоп чтобы заходить сделку и брать эту цель поэтому я здесь ставлю в бой лимит и дальше принципе жду ее вверх и нефть 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 у нас провалилась но это не провал еще раз хочу сказать есть сильная зона 61 на которой стоит цена но отсюда мы уже давно этот уровень стоит отсюда были покупки сейчас цена получила откат и сейчас надо наблюдать за этой зоной что мы видим фактически нету ну что вот сегодня фактически открывается что мы видим мы видим да зона действительно вот есть 61 и к ней мы ждем цену значит отсюда мы будем откупаться здесь мы пытались купить с хорошим уровнем называется зеркальный уровень поддержка сопротивления но практически у нас это не получилось не получилось что получилось то есть у нас цена ушла вниз возврата не было а если посмотреть внимательно я понимаю что запасы сильно увеличились это конечно всегда давит на нет но надо посмотреть реакцию уровня 61 очень важный этот уровень для нас если цена устоит на этом уровне мы отсюда будем покупать сама прагматичным мы как бы получается видим все все таки цена выше уровня да можно ли поставить здесь уровень можно почему то есть вот если цена примеру можно посмотреть да какие были разворотные модели с этой точки на истории вот есть точно такая же модель видите цена подошла и цена отлетела то есть она фактически повторилась давайте вот поставим уровень и просто понаблюдаем да действительно мы видим что цена практически вложилась на эту зону буквально не дошла немного и отсюда отбилась можно поставить и понаблюдать за этим уровнем вполне и как отработает 61 если 61 допустим вот что здесь будет было движение вверх потом пробивается и здесь ретест тогда мы понимаем что здесь можно искать продажи пока продажи я бы не искал то есть мы с какой я бы сказал пока реакцию уровне 61 рубль 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 понятно пойдет вверх вот кто торгует по рублю смотрите на нефть если нет падает рубль покупайте но в данном ситуации вот покупка крыль от личного рубля то есть великолепна цена закрылась выше и хорошая покупка ну вот такая ситуация на рынке еще раз хочу сказать что кто смотрит на обзоры поставьте лайки после обзора и ссылка на мой курс так что всем спасибо всем удачи всем пока ну и следующий обзор у меня будет во вторник потому что я провожу обзоры вторник получается и четверг среда у меня как всегда видео то есть вы можете смотреть на какие-то интересные материалы выдержки из моего курса на котором мы проходим какие-то темы и я надеюсь что они помогут вам какое-то принять решение ну а кому интересно полностью разобраться как ходить сделки как их закрывать как сопровождать позиции пожалуйста приглашаю на свой курс форекс от да я всем спасибо всем удачи пока